Здравствуйте, ребята! Вот мы снова с вами встретились. И сегодня мы будем рисовать с вами осеннее дерево с плодами. Сейчас у нас на дворе с вами осень наступила, сентябрь. Это осенний месяц. И мы будем с вами и рисовать по этой же теме. В сентябре многие плоды на деревьях созревают, и люди собирают урожай в садах. И мы будем рисовать с вами такое дерево, которое называется яблоня с яблоками. У нас уже всё приготовлено. Листок, закреплённый на уголках, чтобы он не двигался. У нас есть простой карандаш, ластик, гуашевая краска, ёмкость для воды, кисти, салфетка для промакивания кистей и палитра. Это всё, что нам нужно, всё, что нам пригодится на сегодняшнем занятии. Итак, мы начинаем. Ты готов? Берём простой карандаш и внизу очерчиваем землю. Она может быть неровная, линия, потому что земля не бывает идеально ровная. Это асфальт ровный, а земля, она может быть немножко вот неровная. Так, хорошо провёл, да? Теперь давай сверху листа отступим немного вниз и поставим точечку. Из этой точки до линии земли, где мы провели, мы ведём прямую линию. Мы рисуем сейчас с тобой ствол дерева. Так, из этой же точечки, рядышком, мы проводим ещё одну линию. Вот у нас уже ствол готов. Мы будем сейчас с тобой рисовать крону дерева. Крона дерева – это когда все листики не по одному, а все вместе мы будем рисовать. Сразу общую массу листвы. Поэтому мы будем рисовать одной линией. Но она будет у нас такая, как облачко. Снизу отступаем от ствола дерева, чуть повыше, вот сюда. Отступаем. И начинаем рисовать вот такими вот дугами, как будто бы мы рисуем облачко. Если у тебя не получается дугами рисовать, можешь просто нарисовать кружочек вокруг ствола дерева. Просто можно нарисовать вот так вот кружочком, если у тебя не получается дугами. В уголочке нарисуем кружок солнышка, только кружок, лучики рисовать не надо. И сейчас карандашом больше мы ничего не рисуем. Откладываем карандашик и берём с тобой палитру. Ты любишь смешивать краски? И я люблю. Берём толстую кисточку. Мы будем с тобой наводить красочку для фона. Фон – это вокруг предметов. Вокруг дерева мы будем раскрашивать. И фон может быть совершенно любого цвета. Поэтому мы с тобой будем делать даже несколько цветов для фона. Давай для начала в чистенькую ванночку палитры положим несколько раз белую краску. Помочим кисть в воде. Макаем в белую красочку. Хорошо набираем её. Много на кисточку набираем. Вот, видишь, сколько много я набрала. И в чистую ванночку так вот скручиваем. Скручиваем, чтобы красочка осталась в палитре. Ещё макаем в белую красочку. Берём много-много. И скручиваем кисточку в палитре. Два положили красочку. Ещё макаем в белую краску. Много берём. Три. Ещё макаем в красочку. Много берём. Четыре скручиваем. И ещё макаем. Скручиваем пять. Промываем кисть. Можно добавить в эту красочку, теперь чистой кистью, в белую красочку мы добавляем любой цвет, какой ты хочешь добавить. Выбираешь любой-любой цвет, каким ты желаешь сделать часть фона. И добавляем в эту краску. Я возьму голубую, синюю красочку. Перемешиваем со своей белой. Хорошо-хорошо перемешиваем. Вот у меня какая получилась светленькая красочка. Светло-светло-голубая. Этой красочкой я буду закрашивать сверху. Сверху листа, вокруг вот здесь дерево, вокруг солнышка. Стараемся на солнышко не попадать на круг солнца. Вот так. Вот часть только закрашиваем. Не весь фон, а часть фона закрашиваем. И кисточку промываем. Теперь я хочу другой оттенок для фона, часть фона закрасить другим оттенком. Поэтому в эту же красочку я добавляю еще какой-нибудь цвет. Ну вот у меня есть вот такой розовый. Я его добавлю и перемешаю. У меня получится еще какой-то оттенок такой розоватый. Но если слишком светлый получился, можно еще добавить красочку. Я хочу потемнее, чтобы она была. Поэтому я еще добавляю розовый. Ты можешь добавить какой тебе хочется цвет. Посмотреть, что получится из этого. И закрашиваем еще часть фона. Уже этой красочкой. С этой стороны и с этой стороны. ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И так далее. И чтобы переход был плавный, можно немножечко растереть здесь, чтобы смешалась красочка с той краской, которая у тебя наверху. Можно просто водичкой растереть, а можно красочку добавить. То есть я заступаю на этот цвет и перехожу сюда. Просто можно водичкой размыть, чтобы переход был не резким, а плавным. Видишь, получился плавный переход, как будто от голубого к сиреневому, а потом к розовому. Это можно просто делать водичкой, чистой кисточкой. И внизу третий цвет я хочу... Ты можешь либо смешать его, опять же сюда добавив какой-то цвет, и посмотреть, что получится. Либо взять какой-то другой цвет. Я вот хочу желтым закрасить вот здесь внизу. Так как уже близится осень, и как бы сентябрь-то осенний месяц, то уже цвета могут быть такие ярко-теплые, да? Поэтому я вот здесь вот внизу хочу фон сделать такой ярко-желтый. Хотя еще деревья зеленые, еще не глубокая осень, только начало осени. Поэтому, вот, чтобы придать работе такой вот осенний цвет, осенние яркие цвета, я закрашиваю... Я хочу сделать желтый. Ты можешь выбрать любой, какой тебе хочется цвет. Кроме зеленого, мой дружок, потому что зеленым у нас будет листва, трава, поэтому мы не будем красить это зеленым. И, опять же, чистой кисточкой, чтобы у нас был плавный переход водичкой, я размазываю вот здесь вот этот стык цветов, чтобы он у нас не был резким водичкой. Видишь, получается такой плавный переход. Вот, интересные такие цвета получились. Так, вот у меня фон готов. Как у тебя обстоят дела? Сейчас мы будем раскрашивать листву и траву. Но листва и трава у нас будут зеленые, но разного оттенка, чтобы не сливалось. Например, если листва у нас будет светло-зеленая, то травка потемнее зеленой. Как это сделать? Либо, если у тебя в красках есть два разных оттенка зеленых, вот как у меня есть темно-зеленая, светло-зеленая. Либо, если у тебя только один зеленый, то нужно будет в палитре смешать зеленую с желтой и закрасить получившимся цветом, скажем, листву. Давай я тебе покажу. То есть смотри, если у тебя два оттенка, ты просто берешь, светлым зеленым закрашиваешь листву, а темно-зеленым траву. Если у тебя нету двух оттенков, то я сейчас показываю, как смешать. Нам нужно желтую красочку положить в чистую палитру, вот так вот скрутить, ну, два раза или три, три раза. Промыть кисть и добавить немного зеленый, перемешать. Немного зеленый добавляем, чтобы она у нас все-таки получилась такая, больше салатового цвета, чем темная. Если получилось сильно темная, значит, еще надо добавить желтенькое. И этим цветом закрашиваем листву у дерева. Не оставляем никаких промежутков до ствола, на ствол не залазим зеленой краской. Это у нас листья, поэтому они зеленые. Хорошо прокрашиваем крону дерева. Чтобы не оставалось незакрашенных промежутков. Все-все-все было закрашено хорошо листиками. Теперь, чтобы наше дерево было поживая песня, нам нужно сделать много потемнее точечек, листочков. Для этого мы берем тонкую кисть и темно-зеленой красочкой ставим много точечек. Небольших много-много-много-много. Прямо они могут друг на дружку попадать. Просто вот так вот тыкаем кисточкой. Листочки. Можно выходить за пределы линии, чтобы не было четкой такой границы листиков. То есть мы можем немножко даже за пределы выходить контура листочка. Чтобы получалось прям вот как будто бы прям много-много листиков. Поэтому прям почаще, почаще делать точечки. Они прям друг на дружку могут заступать. То есть нам нужна была основа. Почему на белые мы не стали делать? Потому что белого нам не нужно было, чтобы было видно. За границей выходим. Делево, чтобы оно было у нас больше похоже на настоящее. Получается как мазочки такие. Тебя немножко жду. Готово? Хорошо. Теперь давай закрасим ствол у дерева тоненькой кисточкой. Ствол у яблони коричневый. Поэтому мы коричневым и будем закрашивать ствол. Смотри, как я делаю. Не вот так вот со стороны в сторону. А чтобы было ровненько закрашивалось, мы закрашиваем снизу вверх, сверху вниз кисточку ведем. Вот так. Тогда будет получаться дерево аккуратнее. Мы снизу вверх, сверху вниз кисточку. также нам тоненькой кисточкой нужно будет нарисовать веточки мы берем кисточку держим вот так вертикально не боком так будет толстая получаться ветка вот так вот вертикально держим пальчиками и от ствола рисуем сначала вверх веточку и потом ее сюда загибаем еще одну отступили вверх ведем веточку и сюда загибаем кончиком кисточки рисуем сильно не давим на кисть чтобы получалось тоненько вверх ведем и загибаем с одной стороны нарисуем три веточки допустим ну сколько ты нарисуешь из другой также вверх и загибаем веточку кончиком кисточки рисуем вверх и загибаем вверх и загибаем кисточку можно промыть давай возьмем опять толстую кисть и мы будем закрашивать сейчас травку внизу нужно взять другой цвет оттенок травму зеленый другого оттенка выбрать какой у тебя есть и закрашиваем внизу травку значит у меня темно-зеленый вот я этим темно-зеленым буду закрашивать внизу траву прям из баночки а а готова тоненькой кисточкой кисточка должна быть чистая мы закрасим кружок солнышко солнышко может быть либо желтым либо оранжевым может даже и красным яркие такие цвета вот кружок солнышко нарисовали и лучики рисуем яблони И мы с тобой нарисуем яблочки. Круглые красные яблочки. Тоненькой кисточкой мы набираем красную красочку. Так, красную красочку набираем. И рисуем кружочки, смотри. Такие вот кружочки. Должны быть кругленькие яблочки. Не обязательно сейчас на веточках. Мы веточки потом будем подрисовывать фломастером. Поэтому вот так вот яблочко рисуем. Сначала вот красным кругленькие рисуем яблочки. Кончиком кисточки. Сейчас, может быть, пока красные не сильно видно. Мы будем еще добавлять цвет, когда немножко подсохнет. Поэтому сейчас просто рисую ровненькие кружочки. В разных местах, на листьях, среди листьев рисуем кружочки. Веточки к яблочкам мы потом подрисуем. Поэтому не обязательно сейчас их все рисовать на вот этих вот ветках, какие мы нарисовали. Просто в разных местах рисуем кружочки. Не забывай макать красочку. Хватит на яблочках. Чтобы яблочки были поярче, нам нужно будет немножко подождать, чтобы они подсохли. И еще разочек на них добавить потом красной краски. Или, может быть, даже чуть-чуть можно желтенькой добавить. Яблочки бывают и желтые. Пока яблочки подсыхают, нарисуем заборчик. Это у нас сад. А сады ограждаются заборчиками такими. И мы тоже нарисуем с собой заборчик. Для этого нам понадобится коричневая краска. Если у тебя есть другой коричневый, не такой, как ствол дерева, другой коричневый, то можно его использовать. У меня есть другой оттенок коричневого. Я им буду рисовать заборчик. Ты можешь таким же, как и ствол дерева рисовать. Просто коричневая краска. Что нам нужно? Тоненькой кисточкой сверху вниз от дерева, вот так сверху вниз, мы рисуем вот такие вот от заборчика речки. Одна. Отступили. Еще одну рисуем. Прямо на травку заходим, вот так. Два. Тоненько стараемся рисовать. Отступили. Еще рисуем. Сильно не жмем на кисточку, чтобы речки получались тоненькие. И кончиком кисточки стараемся нарисовать. Сверху вниз. Ведем кисточку сверху, вот так, вниз. Вот так. А теперь поперечные жердочки. Смотри, я отступаю сверху от забор, от этих речек сверху отступаю. И рисую одну вот здесь, такую вот, до самого конца. Жердочку. И внизу тоже отступаю и рисую внизу жердочку. Здесь можно еще одну. Заборчик. Можно сделать с одной стороны заборчик, а можно с двух сторон. То есть еще с этой стороны от яблоньки можно тоже нарисовать речки. Если хочешь, можешь с одной стороны только сделать, а можешь с двух сторон сделать заборчик. Тоже рисуем речки сверху вниз. И потом отступаем сверху, рисуем поперечную вот такую жердочку сверху. И поперечную снизу. Можно также нарисовать, что несколько яблочек упало на землю с дерева. Поэтому мы берем красную и вот здесь вот под стволом можно нарисовать несколько кружочков. Яблочки упали с дерева, вот они лежат на земле. Хорошо. Я думаю, что яблочки у нас на дереве немножко подсохли. И можно в них добавить еще красные красочки. Так, поярче, да, сделать? Можно просто вот такие мазочки здесь сбоку сделать. Не обязательно полностью закрашивать яблочко. Ну, это если у вас оно получилось не яркое, как у меня. Если у вас сразу красочка яркая получилась, яблочко, то их не обязательно второй раз раскрашивать. У меня просто они получились темноватые. Такая-то у меня власть темная, красная. Мне захотелось ее сделать немножко, чтобы яблочки были поярче. Вот, теперь они поярче. И нам нужно будет сейчас чуть-чуть подождать, чтобы высохло. Для того, чтобы теперь фломастером дорисовать тоненькие веточки к яблочкам. И... Ну и все, да. Немножко ждем. Я пока схожу за фломастерами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, надеюсь, ты готов. Что нам нужно сделать? Мы берем коричневый фломастер. И смотри. Сначала от яблочка мы рисуем маленькую веточку. Это не пишет у меня это в марке. Коричневым или черным. Вот такую веточку. Маленькую рисуем. Яблочко. Маленькую. Сильно большую не надо. А теперь от веточки, от большой, да, мы рисуем веточку к яблочку. Вот так. То есть вот она веточка к яблочку, да. К каждому яблочку нужно провести веточку. Каждый. Веточку рисуем к яблочку. Да, вот так. А теперь надо на веточках еще веточки дорисовать. Смотри. Потому что их бывает очень много. То есть на каждой веточке я еще подрисовываю маленькие вот такие веточки. Чем больше таких тоненьких веточек, тем будет интереснее дерево. То есть мы на веточках, уже без яблочек, просто подрисовываем на ветках еще тоненькие веточки. Ну, для того, чтобы фломастер хорошо рисовал, у тебя должно быть высохшее уже дерево. Иначе фломастер не будет рисовать. А то у меня не совсем высохло еще. Тороплюсь, чтобы тебе показать, как сделать. Поэтому вот как бы веточки. Вот там, где сухо, видишь, хорошо рисует. Там, где высохло. Вот сколько уже много я веточек нарисовала. Вот такое вот получилось. А, ну еще у нас внизу яблочки лежат. Те, которые лежат в яблочке, им надо тоже подрисовать маленькие веточки. Вот такие вот. Вот так. Вот такая яблонька получилась замечательная. Ну что ж, я жду фотографий твоей работы. Мне очень интересно посмотреть. А сейчас пока...